Вот это зима, да? Ну тут парк что летом красивый, что сейчас. Да, парк очень красивый. Смотри, толкает, смотри. Скатимся тут? Ну давай, сейчас я тебя буду толкать. Денек сегодня, конечно, обалденный. Ну пойдем прокатимся. Да. Ну я бы сама сюда больше чем вот эти ватрушки. Я тоже подумал, что нам надо может парочку саночек взять. Ватрушку. Ватрушку? Ватрушку вам. Ну неплохо ты его запустила. Давай. Сашулька, шапка уже слезла почти. Да. Сашулька. на большого мощного хоть посмотрят люди давайте ты как олень деда мороза ой слушай реально сразу замерзают руки когда держишь мобильник на кадры штуками что можно сегодня снимать очень много красивых вон мои бегут домой накатались сегодня ребят всем привет мы пришли домой после прогулки и решили сделать пирог пирог у нас будет на тесте которые мы использовали в тыквенном пироге мы нашли плюсы этого пирога потому что нам очень понравилось тесто оно вроде как сделано на сливочном масле такое как он песочное но в него добавляется яйцо и сметана поэтому это гибридное тесто у нас больше нету масла вообще вообще от слова вообще тут короче пирог отменяется если мы хотели двойную порцию то это будет двойную будет просто просто даже половина одной порции половина одной порции будет половина одной порции давай одну порцию тяни никак тут нету 100 грамм хотя может тут и есть ровно 100 грамм но чуть меньше тянуть хорошо буду стараться ребят вы имеете тянуть называется почувствуй себя начальником тяните как хотите должно быть это когда это включать это видишь у меня тут работник нанят он у меня дочисть пожалуйста смотрите выглядит вроде как не очень презентабельно но когда вы почитаете статьи про мандарины про все заморские фрукты в общем не ешьте если короткой вы поймете что лучше есть сейчас она будет от великий композитора компании аккомпанемент сашули он у нас просто профессионал естественно значит яблочки ну короче у нас будет тесто тянуть как можно сейчас все покажу не включающиеся весы нехватка знаешь сколько 20 грамм нехватка 20 грамм можно сделать с этим трешим Ну, по-моему, это вариант. Не, ну можно добавить? Сколько-сколько не хватает. Ну да, просто чутко. Жуля, просто аккомпанемент. Идеально. Рождественские аккомпанементы. Я так хорошо достану. Так, ну что, колобка отправляем в холодильник. Вон Тожке тут уже готова начинка. Как думаешь, хватит? Или еще? Я думаю, хватит, да. Ну что, ребята, в общем, я уже тесто распределила при помощи рук. Теперь выкладываем слой яблок. Вот, и мы все-таки решили еще сделать творожный слой и белочный, как безе слой. Помните, я делилась в Инстаграм? Классным таким рецептом. В общем, оставлю потом, что я вот сюда положила. Выкладываем, смотрите, какой красивый. Ребят, все зависит от настроя. Аня мне сказала, что у нас сначала начала взбивать эти... Белки. И у нее было в голове, ничего не взобьется. Просто я почувствовала, ничего не взобьется. Не взбилась. Она пошла там что-то... Я пошла к Антону. Подошла ко мне. Я тут что-то пришел. Поговорила с ним. Он меня настроил. Уже вернулась такая. И у меня реально внутри ощущение вот поменялось. Вот так вот. Я такая, все, сейчас все взобьется. Столько царап. Без вообще сомнений. Хотя до этого даже намеков. Я думаю, тот взбивал когда-нибудь эти белки. Что если не получается, то ты такой, типа, ну все, короче. Ну да. Не судьба. И тут просто все взбилось. И посмотрите вы просто. Все от настроя, ребят. И пожалуйста, не надо рассказывать эту жесткую ситуацию. Я не начал рассказывать историю. И так. Момент истины. Но слезы там знаешь как образуются? Ну. Надо крышкой закрыть и остудить. И тогда там вот эти вот, как крупинки этого, это как. С сахаром. Да. А историю хотите, ребят, еще? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В общем. Вот и противно, я выключаю. Про настрой, в общем. Давай, как будто ты в тюряге. Я не рассказывал. Рассказывал, говорю, вот только вот то же самое. Про то, как взбивалась, не взбивалась. Что все от настроя. Не знаю, правда это или нет. В фейсбуке сегодня вы выдала историю. Что, в общем, заключенному В смертнику В смертнику давным-давно Там черно-белая картинка Предложили альтернативу Что эксперимент над ним поставят Просто, ребят, на фоне пирога Лучшая история Если выживет, мол, то будет все нормально Но он согласился Но очень, типа, маловероятно 1% из 100, чтобы выжить Но он согласился В итоге ему сказали, мы тебе перережем вену какую-то И кровь там у тебя вытекет Но ты, может, живой Но он, типа, понял, все нормально В итоге ему сделали какой-то порез Но вены не резали И поставили под ним просто капающую Короче, методом внушения Он умирал Просто ему кровь не вытекала История обалденная Есть еще подобные В запасе есть еще про настрой Похуже что-нибудь И давай теперь пирожок Здесь пирожок, ребята Ты, главное, не снимай коленки мои Натошка стесняется своих передок С детства На самом деле все творожные пироги Должны остынуть Но мы их все едим всегда сразу нехилый ты кусочек хочет резать и по первой линии уже поняла что это будет глубокий такое делать что-то идет Ну, видишь, если бы были только яблоки, яблок можно было бы даже больше. Так что мы теперь знаем, как раз тот ящик, это одна порция пирога. Моя любимая, ты как Бритни Спирс, только в шерстяных носках. Сашель, смотри, какой красивый пирожок, ой, еще сзади мигают елочки. Только не трогаем горячую. Ажура, естественно, послушалась. Ну как, нормально? Что я делала? Не весь перевернулся? А зачем ты вообще переворачиваешь? Переворачивать хотела, накрыть. А в итоге перевернулся? В итоге она была слишком маленькой в высоте, и ты проснулся, думаю, что сейчас вся красота остается. Ааа, какой это. Да его можно накрыть, Маська. Горячий очень, да? Горячий. 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 Это было холодное? Нет. И не нравится? Еще никакki. Ну держи, Сх with another. Помne, помne каменная, да? Да. Ну, давай. Оставляешь? Так обьешь? Да. Поймай, я не буду отбивать Я буду ловить Ну что, запускать? Отходи Субтитры сделал DimaTorzok